Привет, друзья! Одна из постоянных рубрик этого канала – самый нужный английский. В ней мы разбираем полезные фразы, которые принято говорить в определенных ситуациях. Тема сегодняшнего выпуска – 10 способов, как похвалить кого-то за что-то. Например, за хорошо проделанную работу или за какие-то положительные качества. Самый простой вариант – фраза «good job» – хорошая работа. Слово «good» можно заменить на «great», «fantastic», «amazing» и так далее. «Amazing job» – замечательная работа. «Great job» – отличная работа. Слово «job» в данном случае можно также заменить на слово «work». «Fantastic work» – фантастическая работа. «Wonderful work» – чудесная работа. Если человек на постоянной основе хорошо делает что-то, допустим, ведет блог в интернете, можно сказать «You're doing a great job» – ты делаешь отличную работу. Еще один вариант – «You did a really good job» – ты действительно хорошо поработал. Если человек старался хорошо сделать что-то, и ему это удалось, можно сказать «You did very well» – у тебя отлично получилось. «You did very well on the exam» – ты отлично проявил себя на экзамене. Популярный способ похвалить кого-то – фраза «well done» – отличная работа. Когда кто-то хорошо сделал что-то. Давайте в качестве примера рассмотрим такой диалог. «Как прошло собеседование» – они взяли меня на работу. Молодчина. Если вы хотите побудить кого-то продолжать делать что-то хорошо, можно употребить фразу «way to go» – «так держать». «Way to go, buddy! I'm so proud of you!» «Так держать, дружище! Я горжусь тобой!» Еще один способ сказать человеку «продолжай в том же духе» – «так держать» – фраза «keep up the good work» – «продолжай хорошую работу». «This idea is brilliant! Keep up the good work» – «эта идея великолепна! Продолжай в том же духе». Можно немного изменить эту фразу и сказать «keep it up! You're doing a great job!» «Keep it up! Ты делаешь отличную работу! Не останавливайся!» В качестве похвалы за хорошую идею или план можно использовать фразу «good thinking» – «хорошая мысль» – «правильно мыслишь». Допустим, вы выбираете подарок начальнику, и вашему коллеге в голову приходит замечательная идея. «Our boss travels a lot! Maybe we should get him a neck pillow!» «Good thinking» – «наш начальник много путешествует. Может нам подарить ему подушку для шеи?» Отличная мысль! Когда вы хотите эмоционально похвалить близкого человека и одновременно растопить его или ее сердце, можно сказать фразу «you're the best!» – «ты лучший!» «I love your work! You're the best!» «Мне очень нравится твоя работа! Ты лучший!» Когда кто-то отлично справился со своим заданием, можно использовать разговорную фразу «you nailed it!» «Ты был на высоте!» «I loved your show! You totally nailed it!» «Мне очень понравилось твое шоу! У тебя классно получилось!» Когда после глагола nailed употребляется слово it, мы догадываемся по контексту, что именно хорошо удалось. Но после глагола nailed может стоять и конкретное существительное. Например, если классно выступил – nailed the show! Красиво исполнил песню – nailed the song! «You nailed this song! Even our teacher was singing along!» «У тебя обалденно получилась эта песня!» «Даже наш учитель подпевал!» Когда вы находитесь под большим впечатлением от чьей-то работы или способностей, можно похвалить человека при помощи фразы «you're a genius!» «Да ты просто гений!» Обращаем внимание на произношение «genius!» «I fixed your computer! You're a genius!» «Я починил твой компьютер! Ты просто гений!» Интересный способ похвалы – это фраза «you're a natural!» Ее можно употребить, когда у человека наблюдаются феноменальные способности к чему-то. Про таких людей мы говорим «прирожденный певец, актер, художник, учитель». Например, «You should become an artist! You're a natural!» «Тебе нужно стать художником! У тебя талант!» «He learned how to swim in two minutes! He's a natural!» «Он научился плавать за две минуты! Он прирожденный пловец!» Вот такие варианты у нас сегодня получились. Пишите в комментариях, какие еще фразы можно использовать, чтобы дополнить наш список. Какие из перечисленных сегодня фраз вы хотите добавить в свой арсенал? Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Смотрите ссылки на интересные учебные материалы в описании под видео. Спасибо за то, что смотрите. С вами был Кирилл. Увидимся в следующих видео.